АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня день отказа у нас от автомобиля. Я хотел узнать, кто узнал об этом событии вообще? Всего один человек. А кто приехал без автомобиля? Нет, а кто осознанно приехал без автомобиля? Один человек. Потрясающе. Здравствуйте. Наверное, об этом я хотел бы поговорить. О том, что те прекрасные начинания, которые вообще существуют в мире, и то положительность, что существует в мире, ведет себя не агрессивно. Мне повезло, я работаю на любимой работе. Я занимаюсь интернет-маркетингом в крупнейшей фитнес-компании России и Европы. Параллельно почти все мои друзья работают в области современного искусства. И вечером я могу себя посвятить как здоровью, так и, наверное, развитию в области искусства. И, наверное, в этом некая гармония в моей жизни наблюдается. Но при этом я заметил по опыту работ, да, и обладая огромным количеством статистической информации, то, что проникновение всего положительного как бы в этом мире, да, оно стремится, ну, очень маленькое. То есть гармонии личности и цельности ее, она отсутствует. Более 20 лет мы очень много рефлексируем по поводу отставания именно в России, по поводу отставания в технологиях, отставания еще в чем-то, но мы крайне мало рефлексируем относительно отставания культуры духовной и физической. Вот в недавнем своем комментарии по поводу очередного падения ракеты, который Коммерсант ФМ задавал различным людям, они дозвонились к космонавту Георгию Гречко и спросили, что вы думаете по поводу уже третьего подряд падения ракеты с двумя спутниками за 3 миллиарда долларов? На что он ответил, что у нас есть два варианта развития событий, фантастический и реальный. Один из них — это прилетают инопланетяне и налаживают нам вновь производство ракет и жизни. Второй — мы сами вновь поднимаем свой уровень и учимся строить что-то новое. Вот реальным является первый, а фантастическим — второй. Мне не хочется верить в слова уважаемого этого человека. Я надеюсь, что все-таки в жизни у нас что-то меняется. Очень важно понимать, наверное, что в мире мы существуем целиком, и у нас отсутствует среда между нами, среда обитания, культуры. В России мы об этом забываем и довольно часто как-то уходим внутрь себя. И наша культура сейчас ощущает, наверное, по мироощущению, по преподнесению себя, отстает и от Запада, и от Востока на 20-30 лет. То есть мы переживаем до сих пор еще период застоя, и, к сожалению, она себя никоим образом не преподносит. Почему отставание находится зачастую именно в области распространения восприятия? Я основываюсь даже на том, как, если посмотреть знаменитое шоу ТНТ, Comedy Club, где есть такой персонаж, который все время сидит и стучит по телевизору. Почему он столь популярен? Потому что он отражает огромное количество людей, которые видят себя в нем. Если бы они не видели себя в нем, они бы, наверное, не смеялись бы над ним. Именно об этом сейчас тоже хотел поговорить. Среда обитания зачастую выбирается самим человеком. Но даже имея множество возможностей, человек редко выбирает среду обитания по склонности, потому что это требует огромных усилий. В современном мире есть телевидение, есть реклама, есть власть, которая не способствует совершенно ему развитию. И гораздо выгоднее иметь человека, который просто подчиняется приказам и делает то, что ему говорят по телевизору. Другая среда, которая наполнена чем-то, насыщена, когда человек должен думать, что-то делать и превозмогать себя, она, к сожалению, ведет себя очень пассивно. Она никоим образом не вторгается в жизненное пространство человека и не проявляет себя в вареоле обитания среднего россиянина. Но вопрос возникает следующий. Делать ли организации и институции, которые обладают социальными маркерами вроде здоровья, отношения к здоровью, культуры и всем остальным, что-то, чтобы вторгнуться в вареоле среднестатистического россиянина? Вообще они чего-то пытаются делать? То есть музей каким-то образом выходит на этого человека? Ответ — нет. В частности, почему музей заканчивает работу в 6 или в 7? Если посмотреть на западные институты, которые отвечающие за сдержание, они уже все давно вышли за рамки своих стен. Они проникли в интернет, на свежий воздух, в ночное время, куда угодно, но они вышли за рамки тех стандартных музеев, которые у нас существуют. Это я нашел классный слайд, который, мне кажется, сочетает здоровье и ум, и, наверное, культуру. Это хороший, кстати, опрос был в Facebook, помогает ли социальной сети публике обращаться с музеем. Там очень много ответов да, но если посмотреть, кто на них отвечал, это были люди, которые работают в Центре современной культуры гаража на винзаводе. То есть это ровно две институции, которые входят в Facebook. А это опрос компании, в которой я работаю, русской фитнес-группы World Class, что вдохновляет вас на занятия фитнесом в осенне-дождливую погоду. И огромное количество вариантов, начиная от толстой попы и заканчивая, не знаю, там, интересным тренером и занятиями. О чем я хотел бы рассказать? Как западные институции добиваются и доходят до людей? Такие музеи лондонские, как Виктория Альберта и Тейт Модерн, являются образчиками, за которыми борются, наверное, за их уровень, борются во всем мире. Это не просто там три тихих зала с тремя выставками в год и постоянной экспозицией. Это видеоканалы с сотнями тысяч просмотров, ночные события, клубы друзей, кафе, воркшопы, как это сделано. Одноразовые перерабатываемые стаканчики с лого Тейт. Они стали уже стилем Лондона. Например, я думаю, вряд ли кто в Москве видел одноразовые перерабатываемые стаканчики с надписью «Третьяковская галерея» и «Кофе в нем налитых». Происходит захват всех групп интересующихся людей. От того, как интересно провести вечер с бокалом вина. Вот, кстати, видеоканал V&D является одним из самых популярных в области искусства вообще в мире. Некоторые видео просматриваются до 200-300 тысяч раз. И происходит захват всех интересующихся людей. От того, как интересно провести вечер с бокалом вина искусством, даже такое, то есть можно прийти и провести там свидание с бокалом вина и посмотрев искусство или послушав лекцию. И заканчивая видеоинструкцией от реставрационной мастерской, например, как сделать корсетное белье 19 века или как в домашних условиях собрать тот или иной механизм. Вот это вот все – смотрители, время работы, рецепции, лекции, детские образовательные программы, работа с молодежью, со спонсорами. Все это вроде бы не так много работы, но у нас пример в единице. Это, наверное, центр современной культуры «Гараж», в какой-то степени винзавод и, наверное, все. Сейчас «Гараж» является самой посещаемой площадкой молодой семьи на аудитории. «Гараж» стал частью среды обитания этих людей. Подобные институции вторгаются в жизнь человека через социальные сети, через детей, когда дети, посещающие «Гараж», дарят другому ребенку какие-то вещи, необычные, корабли с парусами, ездящие на колесах, которые сделаны в зубочистке и колеющейся бумаги. Но таких институций очень мало. Пропускная способность «Гаража» от полутора до шести тысяч людей в день. На Москву, которые, по разным данным, от 15 до 25 миллионов – это капля в море. То же самое и про винзавод, можно сказать, или другие институции. Я хочу вам показать один слайд, всего лишь проекционный, как Центр современной культуры «Гараж» и «Парк Горького» вышел за свои стены и показал в Фейсбуке с неожиданного ракурса парковую садовую скульптуру человека, который валяется. Это некая стилизация садового гнома и бомжа. Они затронули важную тему, и при этом было более 30 тысяч просмотров этой фотографии. Если вы бы читали комментарии, вы бы узнали, сколько хамженства в наших людях. Ну а закончить я хотел еще вкратце последней фразой. «Парк Горького», если вы еще в нем не были, я вам рекомендую сходить, потому что зимой 2010-2011 года люди, которые сейчас его переделывали, пришли в «Парк Горького», увидели занесенный снегом и грязными листьями пустующий парк, в котором хлопают двери, в котором написано «Детский городской праздник». И там было 10 детей, закутанных в разные вещи, окруженных лавками, и вокруг них 10 клоунов, которые прислали все и пытались согреться. Сходите сейчас в «Парк Горького», это несколько площадок с танцами, это множество интереснейших событий, занятия фитнесом, культурные фестивали и множество чего. Вот хотелось бы, чтобы вся наша страна была немножко похожа на парк Горького и была в 21-м веке, а не в 20-м, как сейчас она проживает. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ